МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Рыжих Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры почвоведения. Здравствуйте. Напоминаю, что вопросы можно задать в инстаграм-аккаунте КФУ. И основной вопрос наших абитуриентов – когда начинается прием и вступительные экзамены? Действительно, близится период приема. Один из самых важных, наверное, этапов и вопросов в вашей жизни, когда нужно определиться с будущей профессией. Профессия, которая должна быть вам интересна, в которой вы хотели бы развиваться, которая дала бы вам такую возможность к развитию. И, кроме того, удовлетворяла бы ваши финансовые запросы. Приемная кампания по всей стране, в том числе и у нас в университете, стартует 20 июня. И продлится, и вам нужно подать документы до 25 июля. При том, что если вы намерены сдавать внутренние вступительные испытания, то есть имеете на это право, то вам необходимо подать документы уже до 15 июля, так как 16 июля стартует череда внутренних вступительных испытаний. Если вдруг мы имеем дело с абитуриентом из иностранных государств, то для вас приемная кампания стартует уже 1 марта. С чего же начать знакомство с Казанским университетом в плане поступления? И как же подавать документы? Очень подробная информация есть на сайте www.abituent.ru.ru И в социальной сети «Буду студентом КФУ». Для того, чтобы сделать первый шаг, вам необходимо зарегистрироваться на этом портале. Это вы можете сделать уже сейчас. А если вы являетесь уже выпускником бакалавриата, то вы также можете уже сейчас, и вы рассматриваете вариант поступления в магистратуру, желание такое изъявляете, то вы также можете уже сейчас зарегистрироваться на портале «Буду студентом КФУ» и посмотреть возможности поступления в магистратуру. А такие возможности есть уже сейчас, например, через Олимпиады. Спасибо большое. Интересует вопрос поступления в Институт экологии и природопользования по результатам ЕГЭ. Какой проходной балл был на бюджет в прошлом году? Проходной балл каждый год складывается очень по-разному. И если мы сейчас назовем какую-то константу, то мы, конечно, не попадем в эту константу. В прошлом году проходной балл на направление экологии и природопользования был 199, но это достаточно низкий, наверное, балл для нашего института. И такая ситуация сложилась в том числе, в результате того, что была некая паника среди абитуриентов, которые боялись, что они не пройдут, и, может быть, скромничали в своих возможностях и часто уходили в менее приоритетные для них вузы. Дабы не допускать вот таких ситуаций, мы призываем вас начинать дружить с институтом уже сейчас, а в период приемной комиссии наиболее тесно контактировать с институтом. А как же это делается? На сайте университета есть номера, номера приемной комиссии, а также есть номера ответственных за прием. Так, например, на сайте института вы можете найти мой номер, вы можете обращаться ко мне по WhatsApp, в Telegram, можете звонками, также можете обращаться в приемную комиссию, они вас сориентируют на ответственных сотрудников от нашего института. Какая же информация может быть у них? Дело в том, что правила поступления предполагают, что абитуриенты могут подавать не в один вуз, а в несколько. Таким образом, с первых же дней количество заявлений становится очень большим, и вы, видя себя, например, на сотой строчке, можете предположить, что вы не проходите на бюджет, на 55 бюджетных мест. Но это, ваше впечатление, может быть обманчиво, так как абитуриенты пользуются своим правом подавать в несколько вузов, и, может быть, для них приоритетным является другой вуз. И полная информация о предполагаемом проходном БАЛе, о текущей конкурсной ситуации, есть как раз у ответственных сотрудников, так как они обзванивают абитуриентов, разговаривают, спрашивают о их намерениях, о намерены ли они принести к нам оригинал, и просто пока сомневаются. Таким образом, большую ясность вы получите при обращении в приемную комиссию, то есть к нам. Спасибо. Следующий вопрос. Как будут проводиться вступительные экзамены для иностранных граждан? Для иностранных граждан уже традиционно экзамены проводятся дистанционно с использованием технологии прокторинга, то есть слежения за абитуриентом. Уже с 1 марта абитуриенты могут регистрироваться и проходить вступительные испытания. Для иностранных студентов будет несколько волн зачисления, так как у кого-то в настоящее время может не быть документа об образовании на руках. Важно понимать, что вы можете сдавать один экзамен только один раз. То есть, например, русский язык, несмотря на то, что у вас 4 волны зачисления, вы сдаете лишь один раз. И в то же время, если вы русский язык сдали в первую волну, математику вы можете сдать во вторую волну, а третий предмет, биологию, можете сдать в третью волну. Таким образом, у вас есть такое вот даже некоторое преимущество, что вы можете правильно распределить свои силы. В то же время не затягивайте, чтобы понимать и быть уже уверенным в своем будущем. Можете уже сейчас регистрироваться и, в общем-то, быть ближе к институту. Возможно ли восстановиться в ваш вуз на метеоролога? Я на четвертом курсе военного училища учусь на метеоролога высшее образование. Это возможно. Я как раз доцент кафедры метеорологии. И для такого перевода необходимо, чтобы была ликвидированная академическая задолженность, чтобы была сдана разница и чтобы было бюджетное место, на которое вы переводитесь. Бюджетное место есть, а для того, чтобы определить, какова в настоящий момент разница, вам необходимо обратиться в наш деканат. Они у вас запросят академическую справку, то есть документ, содержащий сведения о том, в каком объеме какие дисциплины вы прошли, и опишут вам дальнейший алгоритм. Таким образом, милости просим переводиться к нам и продолжать с нами, и вообще образовательную траекторию продолжать, так как после бакалавриата также на кафедре метеорологии присутствует магистратура, также аспирантура, и, в общем-то, у вас может быть хорошее научное будущее в сфере метеорологии. Большой ли конкурс в ваш институт? А конкурс очень относительное теперь понятие. Дело в том, что, конечно, количество подаваемых заявлений там, ну, превышает тысячу, в то время как бюджетных мест на все направления 125, хотя вот это про бакалавриат, если мы говорим. В то же время этот конкурс такой часто мнимый, потому что абитуриенты, вот, пользуясь своей возможностью подавать везде, подают везде. Некоторые, притом, ну, есть, часто сталкиваемся с ситуациями, когда абитуриенты подают документы, а потом при нашем звонке им они говорят, что вот, к сожалению, мама не отпускает так далеко учиться. Вот, поэтому не пугайтесь сразу, вы пугаетесь друг друга, да, то есть вам имеет смысл подружиться с нами, и мы вам будем говорить, каковы ваши шансы. Вот, обращайтесь. Спасибо. А когда начнутся Олимпиады для иностранных граждан, можно ли поступить без вступительных экзаменов на основе призового места в Олимпиаде? Олимпиады уже начались, и сейчас время нашего инсталайка как никогда удачное. Дело в том, что в настоящее время, например, идет Олимпиада магистреум, которая позволяет поступить в магистратуру на любой из направлений нашего института. Притом, для того, чтобы у студентов было больше возможностей, мы в этом году несколько сузили профили Олимпиады. У нас есть профиль экологии и природопользования. Профиль называется просто, направление Олимпиады называется экология, и по результатам этой Олимпиады вы можете поступить на направление экологии и природопользования, на гидрометеорологию и на почвоведение. И отдельно у нас есть профиль землеустройства и кадастры. Пройдя, сдав эту Олимпиаду успешно, вы можете поступить на землеустройства и кадастры. Эти баллы, которые вы получите, вы можете использовать в качестве вступительных испытаний. В то же время, если ваши баллы вас не устраивают, вы можете пройти через стандартную процедуру поступления в летний период, и тоже так же вы будете отображаться в рейтинге, и так же будете иметь возможность поступить. Таким образом, у вас как бы даже две попытки сдачи экзаменов и поступления к новому магистратуру. Какие экзамены нужны для поступления на почвоведение? Сколько бюджетных мест на этом направлении? Давайте я про все направления сразу, потому что у нас очень удачно сочетаются предметы. Дело в том, что если, например, вы сдавали биологию, математику и русский язык, то вы имеете возможность поступить сразу на три направления. То есть можете подать заявление на три направления, и уже в ходе приемной кампании определиться. Какие же эти направления? Это экология предупользования, это почвоведение, и наше новое направление – это биотехнология. Если вы сдавали математику, физику и русский, то вы можете поступать на землеустройства и кадастры. Если же вы сдавали географию и вдававок к этому математику и русский, то вы можете поступать на направление гидрометеорология. Кроме того, уже второй год для студентов созданы такие комфортные условия, что один из экзаменов является выборным. То есть если биология для поступления на экологию и на почвоведение является обязательным, то математика может быть заменена химией. То есть таким образом вам имеет смысл, или если вы сдаёте 4 экзамена, система автоматически выберет наиболее выгодный по баллам для вас вариант. Таким образом имеет смысл сдавать всё-таки 4 предмета, чтобы увеличить ваши шансы на успешное поступление. А количество мест я не раскрыл, извиняюсь. У нас самое крупное и самое популярное направление – это экология предупользования. Там 55 бюджетных мест, почвоведение – 25 бюджетных мест, гидрометеорология – 25, землеоустройство и кадастры также 25. Биотехнология – наше новое направление. Там бюджетных мест в этом году, в этот набор нет, так как это первый набор. Там только контракт на обучение. Со следующего года, мы надеемся, у нас будут там и бюджетные места. А чем направление биотехнологии отличается от других в вашем институте? Биотехнология – это направление будущего. Вообще, если посмотреть «Атлас профессий», который был выпущен с Колково, то можно видеть, что там очень много экологических направлений. Направление биотехнологии – это направление о природоподобных системах, о конструировании живых систем, о решении этих задач, в общем-то, позволит ответить на глобальные вызовы, в том числе вызовы продовольственной безопасности. И это направление, которое очень широкое по сфере своего будущего, по сфере своего применения. Уже сейчас ряд предприятий изъявляют желание получить таких специалистов. И некоторые предприятия готовы даже оплатить обучение таких специалистов. Таким образом, это такой ответ на запрос современности. Вот мы идем в ногу со временем и готовим специалистов будущего. А есть ли магистратура на биотехнологии? На биотехнологии действительно мы получили лицензию на образовательную деятельность по направлению биотехнологии и в бакалавриате, и в магистратуре. Таким образом, если вы являетесь выпускником бакалавриата или специалитета, и вы заканчивали специалитет до 2008 года, то вы имеете право поступать, кстати, на бюджет имеете право. На контракт вы имеете право, просто имея, в том числе, специалистом любого года, можно быть. А какую стипендию получают студенты и кто имеет на нее право? Стипендия, как и у всех, это общеуниверситетская, общая российская практика. Стипендию получают все те, кто учится без троек. Академическая стипендия составляет, вот точно сумму не назову, но около двух, там, с половиной тысяч рублей примерно. И ею обеспечиваются те, кто хорошо учится, то есть кто учится без троек. Ну и первый курс, первый семестр ее получают все. Но это не единственные меры поддержки, которые, и привилегии, которые получают наши студенты. Если студенты активно участвуют в научной деятельности, если они просто хорошо учатся, если они участвуют в мероприятиях, общеуниверситетских, институтских мероприятиях, то они могут претендовать и на другие поощрения. Ну, у нас есть там повышенная стипендия, у нас есть различные внутренние виды поощрений, которые установлены внутренним регламентом университета. Таким образом, любая активность студентов, как правило, поощряется. А есть ли летняя практика у студентов-экологов? И на каком курсе она начинается? У нас вообще институт очень интересный, и обучение у нас в институте очень интересное. Дело в том, что мы институт такой полевой в том числе. У нас студенты в летнее время проходят практику. Если это практика учебная, то она проходит на базах института. Часто это выездные практики. То есть студенты-экологи выезжают на наши загородные базы, и там, находясь несколько недель вместе с преподавателями, изучают, в общем-то, получают компетенции, которые они должны получить. А после третьего курса они отправляются на производство, то есть на предприятие. И, собственно, уже становятся ближе к работодателю. И, как правило, после практики третьего курса наши студенты получают приглашение на те предприятия, на работу на тех предприятиях, на которых они проходили практику. Но для этого нужно понравиться работодателю. Но, как правило, именно такая схема и работает. То есть работодатели удовлетворены качеством наших студентов, а студенты часто удовлетворены зарплатой, которую им там предлагают. Людмила Юрьевна, расскажите, пожалуйста, подробнее про направление почвоведения, какие ЕГЭ нужно сдавать и есть ли бюджетные места. Так, ну, если говорить о направлении, то немного я хочу сказать про вообще само, что такое почвоведение. Значит, почвоведение – это наука, изучающая общие закономерности распространение почв на земной поверхности, генезис, эволюция, деградация почвенного покрова и, что самое главное, ее охрана. Значит, обучаясь у нас на кафедре, обучающиеся получают ряд, осваивают ряд компетенций, которые им в дальнейшем помогают устраиваться на перспективные направления в работе, имеется в виду. Значит, помимо того, что почвоведение – это фундаментальная наука, она еще граничит с рядом многих междисциплинарных дисциплин. Это у нас агрохимия, земледелие, то есть это прикладной аспект. Если рассматривать с этой точки зрения, то обучающийся у нас может определить, выехав в поле, допустим, отбирает почные образцы, определяет элементы питания, составляет почные карты. Вот оговорюсь, как раз сейчас очень актуальное направление, тоже изучающееся у нас на кафедре – это точное земледелие, по которым дается рекомендация хозяйством, и хозяйство уже по данным картам носит определенные элементы питания. Ну, если что, это вкратце про наше направление. Значит, у нас 25 бюджетных мест в этом году. Экзамены, как сказал Тимур Ринатович, это русский язык, математика, либо химия, и биология. Значит, помимо этого я тоже немножко скажу про летние практики. Значит, у нас интересные летние практики, которые называются знакомительные и производственные. Значит, в пределах ознакомительных практик у нас обучающиеся проходят, тоже осваивают ряд компетенций, которые им необходимы в дальнейшем уже для устройства на работу. Это выездные практики, зональные практики по республике Татарстан. Это копаются почные разрезы, делается морфологическое описание почных разрезов, дается характеристика почвы и так далее. И производственные практики, по которым уже студент в дальнейшем тоже приглашается на работу, как это было уже сказано. И в целом у нас очень высокий процент устройства на работу именно по специальности. Значит, что касается еще, хотела сказать, научной деятельности студентов, помимо того, что они востребованы на рынке труда, еще можно пойти дальше по науке. Это, значит, у нас есть направление магистратуры почвоведения и в дальнейшем аспирантура тоже самое. То есть, значит, можно, окончив кафедру, стать преподавателем кафедры почвоведения и заниматься уже наукой. Что касается науки, вот как раз сейчас еще период конференции. Всевозможные конференции проходят по городам России, так и зарубежные. Вот у нас, допустим, сейчас студенты готовятся поехать на Докучаевские чтения в Питер, в Санкт-Петербург, ну и дальнейшая конференция – это Москва, Пущино и так далее. Спасибо. Правильно ли я понимаю, что для учебы на гидрометеорологии нужно хорошо знать информатику? Это не то, чтобы обязательное требование, но дело в том, что любое направление нашего института, и не только нашего института, вообще естественные науки в настоящее время пронизаны информационными технологиями. И обладая знаниями в сфере программирования, моделирования на компьютере, вы открываете для себя больше горизонтов в этой науке. В то же время, в общем-то, это одно из главных направлений в современное время, в современной метеорологической науке. В то же время, если вы приходите и вы не знаете, например, программирование, или изучали язык программирования, который не является для нас основным, то программирование у вас будет с нуля. Ну, то есть основной язык программирования в настоящее время – это Python. Да, дело в том, что это универсальный язык программирования. Мы с таким удивлением для себя, наверное, хотя теперь уже не очень удивляемся этому, но обнаружили, что часто наши выпускники устраиваются на работу аналитиками, иногда даже программистами. То есть, по сути дела, те знания, которые они получили, они могут использовать для… Они в процессе обучения занимаются анализом данных. И этот анализ данных им пригождается и в их профессиональной деятельности, даже если она не связана с гидрометеорологией напрямую. Большое спасибо. Наши вопросы подошли к концу. Это был эфир Инсталайф о поступлении в Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета. На ваши вопросы отвечали Ауходеев Тимур Ринатович, заместитель директора по международной деятельности, и Рыжих Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры почвоведения. С вами была Екатерина Лазарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин